В этом видео я вам покажу три самых безопасных точки от застоя желчи, при использовании которых всего лишь за одну минуту, вы сможете значительно улучшить свое состояние, снять застой желчи, активизировать процессы пищеварения, снять головную боль, тошноту, горечь во рту, накопившуюся усталость. Итак, первая точка, на которую вы можете воздействовать, находится у вас в буквальном смысле на ваших руках. Это знаменитая наша авторская точка под названием Доктор Желч. Найти ее очень легко. Вам вот таким вот образом нужно между вторым и третьим пальцем до сопряжения с хвостным основанием большого пальца провести строго вертикальную линию и воздействуя на эту точку в течение 25-30 секунд по часовой стрелке, по отношению к собственному телу, воздействовать, если вы левша, вначале на левой руке, а потом переходить на правую, а если вы правша, начинать воздействовать на правой 25-30 секунд, а потом переходить на левую. Это первая точка. Виктор Владимирович, а почему в случае с застоем желчи или с другими нарушениями желчи мы начинаем именно с точки Доктора Желчи? Спасибо большое за вопрос. В этом смысле я хочу сказать о том, что мы в своей практике используем древний канон тибетской медицины, который гласит о том, что ближнее лечится дальним, а дальнее лечится ближним. Это к тому, что из многих источников вы можете увидеть, услышать, узнать о том, что непосредственно воздействие на изгнание так называемой желчи пузырной, заключается в непосредственном воздействии на сфинктер ОДИ. В этом месте, уважаемые слушатели, коллеги, я хочу вас предупредить о том, что делать это очень опасно. Почему? Потому что сам застой, я специально на себе буду показывать проекцию сфинктера ОДИ, вот, в этом месте находится он. Воздействовать на него в случае застоя желчи очень опасно. Почему? Потому что мы имеем уже дело или с болями, в правом или в левом подреберье, или мы имеем состояние тошноты, или мы имеем с вами состояние слабости. А рекомендации, которые заключаются в том, что непосредственно нужно на это место воздействовать, уже сами по себе могут вызвать усиление болевой компоненты. Это к чему может привести? Это может привести к тому, что, во-первых, мы можем травматичным образом воздействовать непосредственно на проекции самого желчного пузыря. Мы болезненным образом можем воздействовать и воздействуем на область печени. А в связи с этим, я хочу вам сразу сказать и даже скорее показать. Посмотрите, если мы проведем вот такую вот горизонтальную линию, куда мы с вами уходим, мы с вами уходим в определенную часть позвоночного столба, под названием грудной отдел, и тогда все проблемы, которые у нас находятся здесь, будут накапливаться у нас сзади, в позвоночном столбе. И к чему это будет приводить? Если там не будет иметь уже места протрузии с образованием грыж, то очень легко вот такое вот воздействие может привести к развитию протрузии с последующим грыжевыпячиванием, грыжеобразованием. Поэтому канонически мы уходим на точки, которые очень находятся далеко от непосредственно локализации печени и желчного пузыря. Поэтому точка доктор желч, которая находится здесь, традиционно позволяет нам не только снять болевую компоненту в этом месте, не только улучшить качество желчи, отделение из желчного пузыря, но и позволить печени снять застойные явления непосредственно в самом органе. А почему нам это очень важно? Потому что застой в области желчного пузыря приводит к тому, что общий печеночный проток начинает закупориваться, начинает обтурироваться. И в этом смысле, конечно, у нас начинаются формироваться проблемы, которые потом через определенные механизмы формируют метаболический синдром, формируют инсулинорезистентность, формируют при тече развитие сахарного диабета. Но дело даже не в этом, а дело в том, что если мы с вами воздействуем непосредственно на это место, то, пожалуйста, имейте в виду, что мы раздражаем сфинктеродий, который приводит к перераздражению луковицы двенадцатиперстной кишки. А луковица двенадцатиперстной кишки в состоянии запирания начинает увеличивать именно площадь большой кривизны желудка, а увеличение площади длины большой кривизны желудка будет отражаться на состоянии перикарда. А состояние перикарда будет отражаться непосредственно на состоянии миокарда. А состояние миокарда будет отражаться на состоянии левого желудочка, откуда выходит у нас дуга аорты. И что мы в этом смысле с вами имеем? Мы с вами имеем проблемы с правой и левой сонной артерией. А между ними находится артерия, которая питает щитовидную железу. И в процессе вот такого, будем говорить, зачастую неуемного воздействия, никаким образом не объясняющего, зачастую не решающую проблему с застоем желчи приводит к тому, что у нас формируется целый конгломерат проблем, начиная от гастритов, заканчивая проблемами с печенью, начиная от проблем связанных с застоем в области толстого кишечника и заканчивая суставными заболеваниями, особенно в области тазобедренных суставов. Виктор Владимирович, а почему мы педалируем именно на безопасности воздействия на точке доктор Желчь, если речь идет о застое желчи? А как же вот продавливание брюшной полости, то что вот просто наводнен интернет этими способами? Но дело в том, что безопасность воздействия, как раз таки, заключается в том, что использование отдаленной биологически активной точки, отдаленных биологически активных точек по освобождению желчного пузыря не вызывает тех осложнений, которые очень часто бывают при непосредственном воздействии. Я уже не говорю о том, что львиная доля из нас, из вас, зачастую не знают, есть ли паразиты у нас в протоках, есть ли паразиты у нас в печени, есть ли паразиты у нас в желчном пузыре. И такое вот состояние спазмирования очень часто вызывают силу специфики, петли уложения непосредственно самого тонкого кишечника, формирование и полипов, и дивертикул с последующим развитием дивертикулеза. И огромное количество проблем, это огромное количество проблем связано или с застоем в области тонкого кишечника, или наоборот с расслаблением в области тонкого кишечника, приводит к формированию тех состояния, которые вы прекрасно знаете, под названием острый, подострый и хронические аппендициты. И в этом смысле, конечно, очень важно понимать, что классика, каноническая классика. Каноны восточной медицины гласят о том, что непосредственно на болезненное место мы активно воздействовать не должны, потому что кроме усиления спазма, усиления ответной, а зачастую негативной реакции, мы ничего другого положительного получить не сможем. Виктор Владимирович, а достаточно ли для этого одной точки или, возможно, существует какое-то более развернутое идеальное решение, когда мы говорим о нарушении оттока желчи и вот нашем желании с целью его нормализации самого оттока желчи? Конечно, одного воздействия с точки зрения изгнания, с точки зрения освободивождения желчного пузыря в этом смысле, конечно, недостаточно, потому что всегда нужно подразумевать определенные циклы физиологические, которые в первую очередь направлены на основные наши моменты физиологии, это наше качественное пищеварение. Поэтому мало освободить желчный пузырь, мало дать ему возможности, грубо говоря, продышаться, стать свободным, стать максимально активным, но и основная задача еще дать возможность тонкому и толстому кишечнику сделать весь вот этот самый круг пищеварительный, для того, чтобы с новой кровью, с новой силой прийти в печень, дать возможность печени обновить свои клетки, создать новую желчь и с новой желчью опять вступить вот на тропу нормального здорового пищеварения. Ну вот до недавнего времени существовал наш курс под названием «Моторика желчи», который достаточно уверенные результаты приносил участникам всего лишь за 12 дней. Сейчас эта версия усовершенствована. Создан новый курс под названием «Моторика желчи 2.0». К нему в комплекте дается фитокомплекс, который работает с паразитами, причем его особенность в том, что он может применяться постоянно, в отличие от других антипаразитарных средств. Как, на Ваш взгляд, насколько вот то решение новое отличается от предыдущего и в чем его инновационность? Ну его, во-первых, инновационность заключается в том, что мы создали препараты, которые максимально безопасны для здоровья человека, максимально безопасны для хозяина паразитарных, будем говорить, вот этих всех проявлений. Потому что классика условная или безусловная до этого существующего антипаразитарки заключалась в том, что уничтожая паразитов на месте, мы, в общем-то, и токсическим образом воздействовали и непосредственно на самого хозяина, на организм самого человека. В случае же с нашей новой технологией под названием «Моторика желчи 2.0», мы пошли максимально безопасным путем, мы выбрали, скорее, максимально безопасный путь для человека, не только с точки зрения исключения токсического воздействия, но и, уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что все пресловутые спазмы, вторичные, с которыми вас учат бороться, вас учат бороться, они как раз-таки вызываются неправильным отношением к собственному организму в этом плане. Когда назначается огульно антипаразитарка с высоким коэффициентом токсического поражения. И как раз-таки вот эти все моменты, они, извините за тавтологию, вызывают и вторичные гипотозы, они вызывают химическое отравление печени, они вызывают спастическое состояние, и непосредственно в самом желчном пузыре, непосредственно в самих протоках, непосредственно в луковице 12-перстной кишке, в сфинктероводе. И вот замыкается вот этот вот круг постоянный, патологический, из которого мы выходим зачастую с очень большими катастрофическими осложнениями. С очень большими катастрофическими осложнениями. Я хочу вам сказать, что изменение качества зрения, цветного, развитие пресловутой куриной слепоты, развитие суставных заболеваний, развитие состояния патологических проблем со стороны крови, качество иммунитета, качество адаптации. По сути дела, это вот то, что у нас в лизнице, я специально на себе показываю, именно в этом месте, в области печени, в области проекции желчного пузыря, в области желчного пузыря и в области сфинктероводии. Поэтому нашу новую программу мы специально заточили именно под максимальную безопасность. То есть мы можем избегать и всех этих последствий, и добиваться относительно мягкого, ритмичного продвижения желчи? Ну, конечно. Почему относительно? Не относительно, а уверенного, мягкого продвижения желчи. Продолжение темы безопасного оттока желчи, уважаемые коллеги, и я хотел бы обратить ваше внимание, что практически никто из авторов, никто из авторов не рассказывает вам о необходимости желчи образования, правильного желчи образования. И я вам сейчас покажу точку, она парная точка, значит, это две точки, которые позволяют вашей печени не только себя вести уверенно, с точки зрения своей детоксикации, очищения печеночных клеток, но и способствует выработке нормальной печеночной желчи. Эту точку очень легко найти. Она находится у вас на три ваших пальца ниже середины вашей правой или левой ключицы. Ключицу каждый из вас у себя может найти. Вот здесь она у меня под джемпером спрятана, ключица у себя вы можете найти. Значит, возьмите свои три пальца, вот таких вот образом, вот, вот они три пальца, отложите от ключицы, найдите середину, и в этом месте у вас находится точка желчи образования, на которую вы можете воздействовать, если вы правша, начиная с правой точки в течение 45-50 секунд, по отношению к собственному телу, по часовой стрелке. А если вы левша, начинаете у себя делать это слева, а потом через 45-50 секунд меняетесь местами. Почему это очень важно? Объясню. Постараюсь скорее объяснить, с чем это связано. Это связано с так называемой уверенной желчнокислотной новеллистикой. Что такое сложное название? То есть, это уверенное поведение выработки желчных кислот, которые при правильном поведении желчного пузыря, созревают в полости желчного пузыря, без угрозы формирования сладжа, без угрозы формирования песка, без угрозы формирования желчнокаменной болезни. А в том случае, если вы уже, к сожалению, по отчаянию, в силу различных причин, расстались со своим желчным пузырем, то воздействие на точки желчеобразования, которые находятся у вас под ключицей, способствует улучшению желчеобразования, непосредственно самой желчи, и дозревание вот этой желчи, которая невозможна, в силу того, что у вас утрачен уже желчный пузырь, происходит непосредственно в самой полости 12-перстной кишки. Это тоже очень важно. Почему? Потому что в случае отсутствия желчного пузыря, мы подключаем определенные ферменты со стороны поджелудочной железы, которые помогают желчесозреванию. Это очень важный момент с той точки зрения, что уверенность в пищеварении, я подчеркиваю, уверенность в пищеварении, уверенность в обработке пищевого комка, который происходит в полости 12-перстной кишки, на всем продолжении петли уложения тонкого кишечника, конечно, является тем, будем говорить, основным фактором, который нам дает выработку уверенной кишечной энергии, уверенного кишечного иммунитета, уверенной кишечной адаптации. Итак, точка желчеобразования. Три пальца ниже середины вашей ключицы справа, три пальца ниже середины вашей ключицы слева. Воздействуем по очереди, по правой, левой или правой руки, и обеспечиваем уверенную желчекислотную функцию. А скажите, пожалуйста, вот у нас был прежний курс по желчеобразованию и детоксикации печени, который очищал печень и восстанавливал функцию печени и детоксикационную, и желчеобразующую. Сейчас вышла новая программа под названием «Желчеобразование и очиститель печени 2.0». Чем она принципиально отличается от предыдущей версии, которая довольно-таки себя очень хорошо, активно зарекомендовала? Во-первых, она отличается тем, что мы усилили воздействие рефлекторное на поведение тонкого и толстого кишечника. Мы усилили поведение селезенки, мы улучшили качество формулы белой крови, мы улучшили составляющие, зону очень важного перехода для кишечников. Это зона перехода тонкого кишечника в толстый кишечник. За счет этого мы улучшили моторное связочное соответствие тех сегментов позвоночного столба, которые обеспечивают и уверенную моторику, и уверенную перистальтику и тонкого и толстого кишечника. То есть мы улучшили качество подвижности кишечных вот этих всех механизмов. И за счет этого, конечно, мы лишний раз улучшили, извините за повторение, улучшили качество макро и микробиоты. И в этом смысле, конечно, это очень важно понимать, что поддержание функции макро и микробиоты способствует увеличению провитаминов, способствует увеличению выработки непосредственно витаминов и поддержания функционала со стороны макро и микроэлементов. И в этом контексте, конечно, очень важно понимать, что хорошо, надежно работающая печень, это всегда хорошо и надежно работающая ось кишечника мозга. И в этом плане, конечно, очень важно, уважаемые коллеги, понимать о том, что проблемы, которые нам условно или безусловно подарил ковид в лице так называемого мозгового тумана, в лице так называемых очень частых проблем, связанных с нарушением сосудистого тонуса, как на уровне периферии, так и на уровне центральной нервной системы, помогают нам избавиться от того, что сейчас очень модно, к сожалению, почему-то стало называть когнитивным диссонансом. И если раньше, еще 10-15 лет назад, вот эти вот моменты, связанные с когнитивными нарушениями, мы относили чаще всего к полюсам возраста определенного, хотя это тоже достаточно спорная позиция, то на сегодняшний день, конечно, и эпидемиологам, и врачам-инфекционистам, и огромному количеству специалистов в медицине стало понятно о том, что новоявленный вирус, новоявленная проблема, конечно, во многом отразилась на поведении сосудов, особенно, в первую очередь, составляющих сосудов, таких как пластичность, каркасность и тонус сосудов. То есть, в связи с этим, конечно, мы имеем проблемы, и мы имеем вопросы с нашими, будем говорить, центральными механизмами существования. Виктор Владимирович, вот когда мы говорим о желчелогике, как о цельном процессе, желчеобразование, желчевыведение, желченакопление, вот, пожалуй, в интернете мы единственные, кто так комплексно относится к пониманию желчи, и вообще к желчелогике. И вот вопрос, который касается желченакопления, он как-то специалистами, ну, обходится, что ли, стороной. Говорится только о том, что в желчном пузыре есть проблемы, камни, кисты, полипы, значит, что нужно удалять желчный пузырь, а вот эта функция желченакопления как будто бы совершенно стоит в стороне. Какая ее значимая роль вообще в нашей жизни? Ну, я не могу сказать, что прямо она стоит в стороне, потому что одним из показателей, кстати, пользуясь случаем, я цитирую вас уже, являются как раз-таки очень стойкие изменения со стороны биохимии крови, которые связаны с изменением печени. Почему? Потому что существуют определенные, к сожалению, европейские или американские протоколы, которые длительное время превалировали в нашей стране, и на основании этих протоколов просто врачам хирургического профиля делались рекомендации тогда, когда они чуть ли не навязывали своим пациентам необходимость удаления желчного пузыря, потому что это относилось к институциям, так называемому комиссарскому наблюдению со стороны медицинского страхования. И пользуясь случаем, в связи с этим, я хочу сказать о том, что, к сожалению, оказалось, а мы об этом с вами, Татьяна Владимировна, одни из первых говорили еще несколько лет назад, в доковидную эпоху, о том, что около 45% протоколов удаленных желчных пузырей показали о том, что необходимости в их удалении не было. Хотя показания жиждились вот на тех самых биохимических изменениях, которые, к сожалению или к счастью, констатируются инструментально-лабораторным образом. Итак, а на чем хотелось особенно остановиться? Остановиться как раз таким на том, что само поведение желченакопления, само поведение желчных кислот, во многом связанное с нашими социальными моделями поведения, с гастрономическими моделями поведения, приводит к изменению тех или иных данных. Это пресловутый липидный профиль, это атерогенный индекс, это то, что звучит из каждого утюга, из каждого, сори, унитаза, необходимость бороться с холестерином и так далее, так далее, так далее. Это липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности, то есть вот это вот АСТ, АЛТ, огромное количество вот этот снежный ком, который просто на пациента накатывается и выйти из-под него или вылезти из-под него здоровым человеком зачастую тяжело. Почему? Потому что ни один, к сожалению, врач-лаборант, вот сколько из моей практики, никогда пациенту не объясняет о том, что есть холестерин летнего времени, есть холестерин зимнего времени, есть сезонное поведение жиров, есть и, будем говорить, ситуационное поведение того же АСТ, АЛТ. А когда это вырывается из контекста и просто подгоняется данное, текущее под какие-то референтные показатели, зачастую без учета социального профиля человека, без учета его ландшафтно-климатического проживания, конечно, это создает вот такой вот набор печальный, печальный хирургический набор, который, в общем-то, я уже говорил, что в 45% случаев по протоколу не нуждался в никаком оперативном вмешательстве. Поэтому очень важно понимать о том, что качество вашей желчи, качество вашей желчи, вашей собственной желчи, на самом деле, очень легко регулируется вашими собственными руками. И поэтому к одному из разрядов точек, которые очень хорошо в этом смысле контролируют поведение ваших желчных кислот, поведение вашей желчи, находится у вас в буквальном смысле под руками. Что для этого нужно сделать? Вот как мне для этого, нужно просто снять часы и показать вам свой указательный палец по приложению к тому месту, к тому месту, на котором той точки биологически активное, воздействие на которую, воздействие на которую, вы можете регулировать качество своей желчи, регулировать качество своих желчных кислот. Три показателя, три показателя успешного воздействия на это место. Первое показание, это снятие горечи во рту по утрам, это снятие боли подреберье, в левом или правом, если они имеют место быть. И, конечно, это контроль за состоянием, контроль за состоянием стула. Это легко очень делать, когда вы можете смотреть форму, а в наших видео вы можете найти, так называемую, брестольскую шкалу, и по брестольской шкале определять у себя состоятельность поведения ваших желчных кислот, состоятельность поведения вашей желчи. Итак, точка, которая регулирует качество вашей внутри пузырной желчи. А если пузыря, как я уже говорил, выше, к сожалению, уже нет, то это способствует улучшению качества созревания печеночной желчи. Вот она у вас, складочка лучезапясная, вот она у вас, складочка лучезапясная к ней. Вы прикладываете основание своего указательного пальца. Я хочу сразу предупредить, что эти точки, как и точка доктор Желч, максимально индивидуальная. Длина каждого пальца индивидуальная, длина, или будем говорить, горизонтальность складки, лучше запястной, в каждом случае индивидуальная, работает ровно так же по правилу левой и правой руки. Если вы левша, как я, воздействуйте на это место у себя в течение 45-50 секунд по часовой стрелке, потом переходите на правую руку. Если вы правша, начинаете работать на этом месте по часовой стрелке в течение 45-50 секунд и переходите на левую точку. Что нам это дает? Нам это дает регулируемость вашей желчи по отношению к вам персонально, по отношению к вашему рациональному или нерациональному питанию, по отношению к вашему рациональному или нерациональному психоэмоциональному поведению, по отношению к вашему рациональному или нерациональному графику труда и отдыха. То есть точка, которая позволяет не давать возможность спастироваться желчному пузырю за счет того, что меняется конфигурация желчных кислот, не дает возможность формирования полипом, формироваться в желчном пузыре, как системе компенсации движущегося, движущего контура со стороны желчи. И в этом смысле, конечно, очень важно понимать, что воздействие на эти точки, воздействие на эти точки во многом регулируют вот эти вот моменты, которые связаны у нас с грудными прострелами, которые связаны с поясничными прострелами, которые зачастую именно несоответствия желчных кислот в своем поведении регистрируются такими, казалось бы, отдаленными или далекими, с точки зрения анатомии и физиологических проявлений, состояниями, как люмбаго, люмбощалге, ишиасы, вплоть до ахилитов, вплоть до развития подагрических состояний. Пожалуйста, имейте это в виду. Ну и тогда вопрос в связи с этим, чем отличается новый курс банк желченокопления 2.0 от прежнего курса банк желченокопления? Ну, во-первых, я хотел сказать уважаемые коллеги о том, что наша новая программа банк желченокопления 2.0, мы сделали основной акцент на поведение двух очень важных моментов. Это состояние вашей кожи, за счет того, что мы стабилизируем состояние меланина. Это состояние ваших ночных, так называемых, мозговых ритмов, за счет улучшения качества мелатонина. И плюс к этому, конечно, отдельно я хотел сказать о том, что в новую программу банк желченокопления 2.0 мы добавили наш замечательный препарат с очень высоким уровнем антиоксидантной активности под названием нейробелит. Это прелесть этого, я подчеркиваю, не потому что мы авторы, с Татьяной Владимировной, этого нашего очередного ребенка в части наших препаратов, а то, что на самом деле нам удалось создать новую формулу с высокой мозговой защитной функцией. Почему? Потому что как раз таки то, чем современное человечество страдает, это высокий уровень невротизма, чуть ли не до психопатизации, это высокий уровень невротических изменений со стороны внутренних органов, таких как кардиоспазмы, таких как желудочные спазмы, как тенденция к опущению внутренних органов, как развитие диффузных, очень быстрых, но тем не менее, глубоких изменений со стороны межпозвонковых дисков, конечно, это продукты нашего невротизма, которые, являясь, на первый взгляд, первичными, и то, что сейчас у многих на слуху под названием психосоматическое состояние, на самом деле, своими корнями уходит в глубокие изменения нашей сомы, глубокие изменения нашего тела, глубокие изменения нашего организма, под названием соматический контур. Поэтому смело мы можем сказать о том, что психосоматика регулируется через сомато-психологические установки. Для того, чтобы мы с вами могли психосоматически быть здоровыми, нам нужно, чтобы наше тело, в первую очередь, умело отвечало на внешнее и внутреннее проявления. Поэтому, возвращаясь к известному фразеологизму, в здоровом теле, здоровый дух, именно в здоровом теле. А наша новая программа, банк желченокопления 2.0, как раз таки способствует тому, что, улучшая качество формулу печени, улучшая качество формулы крови, улучшая качество формулы желчи, мы улучшаем качество нашей телесной организации. Все три курса, все три составляющие здоровой желчелогики, вы можете заказать по ссылке в описании. И поторопитесь, если вы хотите получить максимально выгодные условия. И по цене, и по полному количеству бонусов, которые уходят в состав нашего нового курса. И не забывайте о трех самых безопасных точках воздействия на ток вашей желчи, на желчеобразование и желчесозревание. Помните, пожалуйста, о том, что безопасность это залог вашего здоровья, долгой и счастливой и красивой вашей жизни.